Ради такого случая можно проснуться и в такую рань. На часах 3 утра на подступах к Крымскому мосту формируется колонна из журналистов-байкеров и простых жителей, которые с нетерпением уже ждут этого исторического события. Сегодня последний день, когда можно просто прогуливаться по дороге, которая ведет к мосту. Через два часа здесь начнется оживленное движение. Автомобилям разрешено разгоняться до 90 км в час. Пропускная способность Крымского моста 40 тысяч автомобилей в сутки. Среди участников движения – крымчане, севастопольцы, ветераны, строители моста и журналисты. Какое настроение? Отличное, шикарное. Столько радости, праздника. Это вас ждали всю жизнь. А теперь такое счастье. Я говорю на телевизор. Алло, мама. Барри приехал из Америки. Попал на открытие Крымского моста случайно. Дочь работает в Керчи журналистом. Она пригласила его в числе первых прокатиться по автодорожной части. Американец постоянно следит за новостями стройки. С восхищением наблюдал, как накануне президент уверенно управлял КамАЗом. Уфа много талантов. Американский президент без талантов. Он не может ездить на Уфу. Там вообще самый лучший, наверное, и самый такой масштабный день, ну, который можно, в принципе, сравнить, пожалуй, с референдумом. Сегодня праздник, это победа. Просто исключительно. Самое главное, что мы сегодня не только вошли в гавань России, но и пришвартовались с помощью моста. Так что севастопольцам, города-героям, всем привет и лучшие пожелания от нашего города-героя Керчи. Крымский мост строили несколько раз. В 1943 году это пытались сделать немцы, чтобы обеспечить бесперебойные поставки оружия и войск на Кавказ. Но не успели. Крым был освобожден и первый мост через Керченский пролив к осени 1944 года построили именно советские инженеры. Однако он изначально задумывался как временный. Зимой его смыло ледоходом. Альфреду Израилевичу Дулицкому тогда было 6 лет. Он один из тех, кому посчастливилось пересечь Керченский пролив 74 года назад во время авианалета. У меня в памяти осталось немного. Вот все спрашивают каждый раз, как выглядел мост. Я моста не помню вообще. Я только знаю, что у меня слева и справа от поезда была вода. И у нас на платформе стоял пулемет крупнокалиберный с пулеметчиком. И этот пулеметчик сбил самолет. Изменилось время и технологии. Сейчас строят на века. Первым делом строители делали ставку на прочность. Мост удерживает 595 опор и под каждый до сотни свай. Крымский мост надежно застрахован от землетрясений. Выдержит толчки даже в 9 баллов. И вот все, затаив дыхание, направились в сторону моста. Идеальная ровная дорога, мачта освещения, дорожные знаки. Все новые и красивые. А вот и белоснежные арки. Величественные и завораживающие. Именно на месте судоходного коридора с двух сторон по фарватру стоят самые мощные опоры. Под каждой из них 95 трубчатых свай длиной более 60 метров. В этот исторический день Крымский мост соединил два берега. Жители Крыма и Краснодарского края машут друг друга руками. Водители приветствуют длинными гудками. Замыкали колонну группа мотоциклистов. За первый час по мосту проехали более тысячи автомобилей. 19 километров всего за 15 минут. Без заторов и ожиданий. Никакая оплата, в отличие от паромной переправы, не требуется. А какие пейзажи? Просто загляденье. С одной стороны Черное море, а с другой Азовское. Чайки и ласковое крымское солнце. А что еще нужно для прекрасного отпуска? Специалисты предупреждают. В период высокого курортного сезона возможны пробки от Крымского моста вглубь территории полуострова. Поэтому туристам советуют набраться терпения. Ситуация изменится после ввода в эксплуатацию федеральной трассы Таврида. Завершение строительства запланировано на 2021 год. Мэри Бадунс, Денис Александрович и Максим Мыльников. Севенформ-Миро. Крымский мост.